всем привет всем привет макияж мы пришли за закупом у нас закончились продукты как обычно причем закончились не только овощи но и такие как соевая паста и что еще там но я составил список сейчас пойдем посмотрим если найдем конечно потому что последний раз мы приходили и овощей здесь не было но сегодня будний день будем надеяться что все таки хоть что-то да есть и мы сможем закупиться на мы сначала пришли в тайсо потому что не говорит что папа что коли обещал у нее ей какой-то подарок нибудь да она выдернула зуб держалась молодцом но уже сколько времени прошло нам все купила так столько всего или по доле хорошо сегодня нет народу а то обычно всегда здесь только народу и на кассе и просто вот так вот магазине а сегодня пусто я снова возле мусорных ведер околачиваюсь и нашла необычное ведро или что это какой-то бокс видимо для хранения веников или швабры не знаю а так для чего еще на появились какие-то новые мусорные ведра например такое но она маленькая потом что еще ну вот эти большие и вот такие на 6 литров чуть-чуть побольше было бы там литров 8 хотя бы а еще мне понравилось вот это серое ведро такое стильное мне кажется лаконичное если нажать сюда то так вот крышка плавно открывается ну вот это большое будет наверное хотя вот здесь есть еще какое-то вроде поменьше но нет тоже хожу постоянно возле мусорок и никак не могу купить нормальное но думаем купить еще стаканы для напитков хотели взять их давно еще до отъезда в россию но как-то все откладывала и вот здесь стоим и не можем выбрать потому что смотрите какой выбор огромный еще вот здесь есть и как бы все они граненые сейчас а нет не все вот есть такие с цветочками но красивые да эти красивые с узорами но эти тоже красивые но я думаю да может там быть будет проблему хотя думаю не должно быть проблем вот эти мне понравились красивые такие как раз весна скоро сегодня овощей навалом но картошка уже начинает расти лука тоже много поднялась цена обычно вот такая сетка из 4 луковица было 2000 сегодня стоит 3000 вон это где-то 150 170 рублей хорошо так нет народу надо оказывается в будние дни до приходить будни это искал а вон там кстати дверь на огромные кучи обуви выложили черно-белые но такие полосатые тапочки это смена обувь для школьников и вторая куча из белой обуви это тоже смена обувь и вот такая белая была у леры точнее до сих пор есть но я так подозреваю нужно будет в этом году купить новый потому что у леры выросли ноги просто сейчас не стали брать здесь нельзя примерять все запечатанные поэтому придется другом месте взять там где можно примерять на мире уже стало скучно вера что мы выбираем сухари и панировочные для котлет хотим котлеты делать кстати я сегодня впервые за долгое время решила выпить кружечку растворимого кофе не знаю почему захотелось ну а так я что-то давно не пила последнее время капец мы оказывается больше двух часов уже магазинов были но у нас парковка бесплатная потому что мы в тайсо пробили и продуктовом пробили там в каждом магазине по часу даются если делаешь покупки они уже закрываются парковка почти пустая учет сегодня так холодно приехали мы домой и вот наши сегодняшние покупки у нас сегодня две сетки вышло вместе с походом в тайсо давайте начнем с продуктов то что здесь наверху это фарш будем как я уже сказала делать котлеты у нас еще есть в морозильнике фарш вместе с этим смешаем и думаю будет вкусно да это тофу взяли мы тоже будем готовить суп но правда мы уже с тофу приготовили суп ну ладно что-нибудь еще это семена перца я взяла потому что мы в россии с некий с мамой очень хорошо ели да и сергей по моему все ели всей семьей и я буду тоже дома делать сама потому что до этого я ленилась не хотела как-то заворачиваться а сейчас подумала там ничего сложного садуется нет и будем это мука кстати она появилась уже большом размере то есть смотрите здесь два с половиной кило до этого прошлом закупе мы брали по килограмму это другая другой производитель вообще-то ну появилась просто раз не мог маленький пакетики вот я не большую сразу в этот раз конечно побольше было выбора можете свете на то что будет не день а может быть уже не знаю так не закупаются не покупают чеснок обязательно до этого чеснок который дома был кто рукой попал мы все съели и вот уже несколько дней у нас нету дома чеснока я в день могу по 10 зубчиков съесть потому что сейчас это актуально надо как-то защищаться это были панировочные сухарики как раз для котлеток овощи конечно редьки две огромные бобины я сделаю чимчи я кстати взяла шпинат два пучка будут делать тоже салат как делала как делать моя мама очень вкусно кстати я забыла как это делается надо будет у нее спросить а по-моему я даже снимала кукинг как мама это делает плохо когда не знаешь да еще и забываешь плохо да это молоко хотя у нас дома есть еще но я решила взять на выпечку пустим я кстати хочу блины сделать посмотрела в лукники они там блинчики делают тоже захотелось в смысле там делает серж это с таким намеком что здесь код должен сделать это с намеком если не хочет то есть его сама потому что раньше я делала всегда мне не сама просто забыл картофан взяли правда он уже растет я уже говорил ну куда деваться другого не было решили взять слушай а ты раньше блины делала и покупала блинную муку но это один раз это молоко шоколадное для леры она увидела вспомнила что раньше всегда я брала решили взять здесь 4 бутылочки но я такое не не очень люблю так могу выпить это рамен какой-то вот такой но я еще такой не пробовала коля говорит что он вкусный но почему-то раньше мы не покупали я не видел и осталось у нас в этом пакете уже немного это снова соевая паста но она не готова она как раз на супы идет вот вендиан тигея готовить потом этнические корейцы готовят серег тямури сереги тямури то как говорит очень вкусно и можно жарить его короче она на все случаи жизни но мы решили взять маленькую потому что мы до этого брали вот такую большую там килограмм или два кило было и ели ее больше года вот недавно только закончилось просто в этот раз мы взяли пасту которая стоит дороже и у которой больше срок выдержки мы взяли маленькую упаковку чтобы попробовать если она вкусная нам понравится то мы возьмем большую упаковку да вот это паста чем дольше короче чем больше лет тем она дороже техника и нутеллу тоже не захотела ну ладно возьмем на завтрак сахар сахар килограмм оказывается тоже закончился вот сахар я включила лампу но почему-то она на меня не направлена чем проблема что она зато она отражается на двери этого достаточно тесса приступаем ко второму пакету и здесь у нас тоже достаточно много всего итак это кукурузы кукурузы нет это рисовые сладости печеньки которые были по акции но по-моему они всегда идут по акции вот эти две упаковки за один чонек один чонек это меньше доллара на меньше ну где-то 60 рублей максимум и мы всегда такие берем я их люблю они вообще не ощущаются быстро лопаются быстро съедаются губки для посуды взяли-то и сок у нас дома одна только осталось оказывается обычно я всегда беру запас это что было йогурт йогурт как раз у нас нет ни одного йогурта но там только такие штучные ополаскиватель для рта детский я улера спрашиваю будешь ополаскивать ну следить за гигиеной рта она сказала да буду и вот я увидела решила взять но не знаю посмотрим почему он именно детский может быть он какой-то безопасный в случае если ребенок работе то ничего страшного ну скорее всего потому что мы лишь маркировка для детей может быть это маркетинговый ход не знаю это ободочек вера увидела то есть он тоже он стоил два две тысячи вон это 100 рублей говорит буду снимать для тик тока вот это ну кто сидит тик ток я думаю знает это ким большую упаковку взяла потому что дома нет у нас ни одной ни одного кима и думаю дома должна должна быть с ким чтобы в случае чего когда нечего есть хотя бы с рисом поесть и уже не сдохнешь а мы взяли стаканчики стаканы здесь мы нашли обычные ничего лишнего видите здесь просто стеклянные 3 упаковки вот картонный такой три штучки в упаковке 3 упаковки в одной штуке до 2 тысячи тоже стоили где-то 100 рублей ну я думаю нормально хоть каждый день бей такую посуду не пластик что радует стекло и значит взяли мыло жидкое для дезинфекции рук вообще мы в последнее время стали брать жидкое мыло и почему я узел а может быть повелась не знаю но здесь написано что он убивает там почти 100 процентов до 99 и 9 антибактериальные то есть они нашли мыло и не знаю почему его вообще не было пришлось взять магазине за вот это мыло восемь да или семьдесят сейчас кстати знаешь что что вот эти жидкие мыло санитайзеры маски да все и просто еще здесь ну да если есть то мне кажется цена ну цена поднялась ну цена конечно ну на маске точно игрушка выбрала которую папа обещал ну или не обещал не знаю но в общем но и долгая история уже не помню если честно на эту игрушку за то что она вызернула зубик и все вытерпела почему-то вознаграждение ей но я вам скажу так она стоит не дешево пятьдесят триста рублей как минимум поэтому она и взяла специально чтобы тебя пугать это клубника нужно ее поскорее съесть потому что клубника быстро заканчивается быстро портится быстро плесень начинает садиться и последнее это уже не продукты а средства для мытья посуды у нас есть еще средства просто я решила купить в бутылке чтобы обновить сейчас покажу бутылочку вот это у нас есть вот ей уже три года мы пользуемся с 2017 года мощи средства мы покупали в бутылке и еще отдельно покупали в пакете тоже моющие средства да и дополняли доливали конечно вдруг подумают что мы это три года назад купили и всего лишь столько использовали купили бутылку но потом покупали в пакетах средства здесь продается и доливали доливали но бутылка уже старая стала поэтому хочу обновить ну а теперь хочу показать вам то что коля сегодня принес когда пришел с работы когда я это увидела то спрашиваю него ты чё ходил говорю за закупом из меня мы договаривались что когда он придет с работы то мы пойдем вместе за закупом поедем но я смотрю он принес яйца вот думаю что это такое потом принес в этой коробке что-то непонятное вот в этом боксе тоже что то есть ну и я думаю что это такое говорю и оказывается сегодня я к ним на работу коля на работу приезжал страховой агент и оказывается уже ровно год вот сегодня как мы купили машину и как сделали страховку на машину и нужно было страховку продлевать несколько дней назад поля подал заявку через интернет заполнил данные а сегодня приехал агент и привез договор подписали бумаги но и заодно подарил вот такие чудесные подарки в этой коробке оказывается набор посуды я правда не знаю еще не открывала хочу сейчас распаковать вот в этом боксе для машины за какие-то инструменты там не инструменты там по-моему для мытья машина бытовая химия для машины наверное скорее всего но сейчас сейчас откроем и посмотрим что там прочие подарки очень полезные ой я уже сейчас вижу смотрите какая прелесть это вот посуда тарелки есть креманки да нет а салатница вот по моему у нас тоже тип такой есть как раз нам нужны были тарелки мы с Колей говорили нужно купить какую-нибудь новую посуду вот очень нужный подарок и яйца заканчивались я хотела печь длины и по утрам яичницу готовить тоже очень нужный подарок а здесь ну я не знаю как его открытие а вот он легко открывается ну да здесь вот смотрите губка для машины чтобы мыть это тоже тряпочка для машины и различные средства вот это для очищения походу да там все для очищения там полироли наверное разные да 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 вот это для салона по моему а это для колес для разных частей по моему а это для кузова снаружи по моему ну вот очень нужные подарки и приятно оказывается вот таких боксов для машины было два и яиц тоже две а и яйца еще одни были но Коля подарил своему коллеге который помог ему этот ну это его знакомая оказывается была вот и он Коля поделился подарками еще витамины были но витамины другие все тоже разобрали да ну витамины я раздал коллеге ага раздал угостил короче просто видишь такой вот сервис это на собес на самом деле я впервые за страховку получаю вообще подарки какие то ну да мы вообще он принес я офигела просто я вот оформил страховку я отдал тогда был 1500 долларов где-то за год и даже не встречался с этим страховым агентом он мне прислал там в электронном виде документы и все а в этот раз она лично приехала чтобы получить мою подпись и привезла подарки ну а в этом году кстати у нас страховка меньше вышла миллион пятьдесят семь тысяч это ну там чуть меньше да тысячи долларов ну тысяча долларов да вот вышло что ты говоришь это итальянская итальяна итальяна бормеоли рокко конечно уже такое название само говорит за себя и значит здесь можно подогревать еду в микроволновке она не боится жары там да и здесь указано что можно идти по молотком тоже бить его да ну это уже не посуды это железо ну не знаю если она не боится молока молотка это опасно мне кажется пробовать тестировать его молотком если пень что пробовать наверно никто не будет это наверное наша эта тарелочка для пасты сюда пасту пастуешь вроде упаковка итальянская а изготовлена в Испании сегодня у меня получился классный макияж стрелки я сделала впервые за долгое время как сюда приезжала еще не делала стрелки и вообще стрелки я давно чуть не рисовала но все я пробила вдохновение захотелось накраситься и довольно быстро сама удивилась а сейчас я пойду уже смывать макияж не хочется смывать эту красоту но нужно готовиться ко сну нужно укладывать леру и убирать со стола мы только что поели попили чай если вам понравилось это видео то как обычно ставьте лайк подписывайтесь на мой канал и увидимся с вами уже в следующем видео Николай всем пока-пока всем пока-пока